так ребят всем привет находимся около у мвд по матищицкому району сегодня здесь с нами антон павел что вы делаете еще чуть-чуть там уже сначала выполнить я не должен вам напоминать что вы делаете пойдемте задержите его телефон кто-то роняет толкает у дорогого телефон кто-то выронил куда вы куда вы задержите вы гражданина который подойдите пожалуйста за руку руку зачем это такое он разбил задержи его полковник иди выполни свои обязанности задержи человека я тебе говорю что ты сидишь бездельцы успели что мне руку зажал я с тобой если я тебя не уважаю я должен разговаривать с тобой на ты как меня учили иди задержи человека данный мне его дай я тебе показываю если ты не видишь на телефон давайте на вы пожалуйста ты вы ты я да а ты для меня ты а что если он на ты сказал все не имеет никакие права что ли или что каким-то регламентом это прописано или вы чего действовать не будет а зачем вы на это внимание так цитируете причем здесь это как-то вы со мной видите на вы разговариваете причем за ней со мной тыкать но он так захотел что-то так закрепить какая причина от этого я такой же гражданин не гражданин когда снимете тогда будете гражданин а сейчас вы не гражданин у меня вот спрашиваешь ты представился ты полицейский ну ты же меня спрашиваешь фамилию кто меня так вы хотите сюда зайти вот ты мне обратился хорошо мы можем зайти да или нет не что вы можете открывать нет давайте я должен записать восьминку когда положено на что ты представишься сам скажу давайте на ты переходим с тобой на ты буду пойти я еще я помню тебя третий раз ты третий раз ты не имеешь права вот была бы моя воля тебе в рыло бы дал если бы ты не представился бы мне если бы ты представился мне я бы знал что ты полицейский для меня это не полицейский сейчас угроза получаете вам бог не согласны то что мы можем принять в отношении примите и нас не примите мы приятно при но принимает то есть не ты а вы еще раз я я вам еще раз вижу передо мной вам еще раз возможно дождите кому-то дождь грязи на полу разы с тобой даже не возможно не вмешивайтесь они сами между собой ведут диалог мы сейчас с вами вмешается он скандал давайте так я молчу и вы помолчите поздравляю давайте так я молчу я молчу ну что вам не обращаются ну что вам сказать помолчу он не спорж так положено с 15 км 4 не ожидайте пожалуйста какого не останавливать что люк вопрос него дурак или нет скажите просто потому что вы до этого но если он реальность путаютова невозможно старая не ставится можете вы почему меня скандистер дождите полечку предпа всё можете в прозвезд опрачно вынуждены тебя то есть у вас есть какая-то бродяне учат то есть у вас есть я тебя оскорблял то из вас есть какая-то но нет внедро отношение тебя у меня нет никакой нравственности предмет Я при зрении на тебя смотрю. А у меня в отношении вас есть. Иди, скажи дежурному, что мне нужны все заявления. И на тебя, и на вот этого тоже, рядом, который стоит. И на того, который мне сломал носок. Я сейчас сообщу дежурному. Иди, сообщай. Иди. Еще раз можно ваше хамилье иметь? Дорого. У него вот есть. Александр Борисович. В отличие от тебя, у меня есть опознавательные знаки. Ты съемку ведешь? Ребята, в общем, не успели мы, не успел даже рассказать вам комментарии, да, что мы сегодня делаем. Как видите, прошел какой-то гражданин, выбил у Дорогова телефон. То есть, я услышал как раз, повернулся на звук падающего телефона, да. И полицейские почему-то его не остановили. То есть, не узнали хотя бы фамилию, имя, да. Подозреваю, что он может просто сейчас испариться, да. И в итоге, вот этот потрескавшийся телефон так и останется безнаказанным. То есть, точнее, его действие. Конечно, это полицейские. Конечно, вопер, скорее всего. Ну, что он так ведет, что ли? Что за снято? Я понимаю, он мерзко ведет. А вы почему его поддерживаете? Ну, что сделал? Если вы главный тут. Что сделал? Ну, кто он? Зажал мне пальцы, блин, между этими, если сломал. Ну, маникюр 5000. Телефон-то я разбил. Телефон-то, ну, только купил, блин. Александр Борисович, сейчас выйдет, давай, безумно. Думаю, все знают Антона Ядрова, да. Который подвергся, ну, как по моему мнению, пыткам, да, со стороны полицейских. Потому что такое издевательство, ну, не знаю, конечно, я видел, да, в интернете подобное видео. Но вживую лицезреть это было, ну, блин, я был в шоке просто. Так что сегодня, я так понимаю, Антон, кто-то сигналит. Ремня зафиксируй, без ремня. Что там? А, без ремня кто-то ездит, да? Антон, а можешь дать комментарии, для чего ты сюда пришел? Ну, собственно, это основное управление Мутища, МВД. Хотелось понять, что они думают о своих сотрудниках. В данном случае, какие действия были предприняты в рамках всего того беспредела, который творился 16 февраля и в последующие дни. То есть, у нас есть оправдательное, в данном случае у меня есть оправдательное судебное решение, которое говорит о том, что сотрудники чинили беспредел и задерживали, ну, в общем, незаконное задержание было. И главная суть, что было похищение после задержания. У меня в 2.30 закончилось 48 часов законных, которые могли сотрудники меня содержать по протоколу. Да, в этот момент они тебя, я видел. А дальше 6 часов я отсутствовал до суда. То есть, меня возили в лес, возили по МКАДу, возили по Пироговскому водохранилищу. То есть, круги нарезали. Вот три сотрудника здесь есть. Это Ануфриев, вот здесь внизу, справа, Кузнецов, участковый и Шабалаков. Вот, Шабалаков был водителем, он говорил, что я забыл дорогу. Что-то они хихикали, шутили, смеялись. Вот. То есть, забыли дорогу и поэтому так долго везли до суда. Да, да, там дорога километр занимается. То есть, видите, ребята, они специально оттягивали время, да, то есть, чтобы их коллеги подготовились, типа, к приезду. Они постоянно ждали звонка, звонили, и им говорили, что нет, пока рано. И вот спустя там где-то четыре с половиной часа после наших катаний вступил звонок. Им сказали, что можно ехать. Мы с мигалками летели больше 140 сиреной. То есть, это неотложное судебное задание. То есть, ты хочешь вот этот случай показать всем людям, да, то есть, чтобы, ну, такое впредь не повторялось или как? На самом деле, благодарен паспортистке Моховой подполконницы. Если бы не вся эта ситуация и не было бы вот этого прецедента, нас, если бы не задержали с Павлом, то ничего бы не было. Нам бы не написали кучу писем о всех отделах Мохища, особенно о третьем. Нам бы не рассказали, что здесь творится с полицейскими, как люди по беспределу закрывают, забирают. На самом деле, в третьем отделе нету мест содержания. Это складские помещения по проверке Московской Хельсинской группы. Но нас одержали с Павлом, там не давали ни еды, ни воды. В туалет пускали несколько раз. По большой просьбе, как и одолжение. Да, вот как раз, ребята, о чем я и говорю. То есть мы осветили вот эту проблему Мутичинского отдела. И сразу начали поступать звонки, то есть комментарии от людей, которые с такими же встречались в этом отделе. То есть даже я слышал о том, что там берут взятки. То есть я пока что не проверял эту информацию, но доходили слухи, что 5000 на днях кому-то там занесли. Так что, ребята... Видео по этому поводу, просто человек сейчас не в безопасности. Я его адвокат. Так, подождите, как раз, я его адвокат не пускай. Что это вы за ползники придумали? Это свидетели, которых я с собой придумал. Антон, как ты думаешь, это регламент есть такой вообще? Ну, регламент у нас здесь один. Распоряжение руководства, которому они подчиняются, говорят, что не запускать или запускать по одному. Вы мои свидетели, вы сами что-то придумывали. Рекламент Владимирович, а есть такой регламент, чтобы вот так по одному впускать или решать, кого пустить, кого нет? Нет, конечно. Тут у них, наверное, свои порядки, я так понимаю. Я это представляю, как будто я у них деньги занял, а потом решаю, давать им или нет. Варь, дайди, пожалуйста. Что? Смотри, клятую щитину нет. Подойдите поближе, щитину стоит. Так, ну что вы здесь стоите? Вы адвоката пускаете или нет? Почему вы такой неподобающий в виде? То есть вы адвоката не пропускаете, да? Я не имею права. Моё решение будет классно. То есть вы лишаете ему услуги, да? Ну вот дежурный оперативник, почему вас простите? Так что, папа, за заблаживание, подвести руки. Ну вот я у него, как я могу, не ссорить, так его жалко пустить. Вот телефон не распускает, но он не подключил, он не сломает. Что это граждан? Если вы держали, то вы держали. Наверное. Собираетесь? Так, ладно, гроши, не опускаете? Да, нет. Нет, представьте. Я хочу заявить, что пойти написать заявление. Я могу зайти? Ну, я помню, я выключу, зовут Кирилл Слава Дмитрия. Я официально говорю, я сейчас хочу пройти, написать заявление. Хорошо. Вы меня пропускаете? Конечно, Максимович. Открывайте. Ну, сейчас я говорю, дружу, но он вызовет человека, у вас помню. У меня таких полноручек. Давайте я жду. Давайте я жду. Давайте ждать. А кто будет за? Не знаю. Я не могу знать. Не можете. Ну, хорошо, я жду. Давайте, давайте, время засечем. Давайте. Вы докладываете? Да. Время 16 часов 30 минут ровно. Пойдите. Пожалуйста. Пойдите. Еще подъехали корреспонденты. Начальник идет. Начальник идет. Нам бухой пока. Сейчас. Выпусти гражданина. Открою. Открою. Слушай, они бухи обувь. Смотри, смотри. Они еле не знаю, как держатся. Смотри, Марк еще отмечает. Может быть, Олимпинка. Наверное. Не бухай отмечает, а тем полиция. Молодец, многие новости. Что это следят, да? Нажми, мы коллеги. Ну, представьтесь мне, пожалуйста. Сделайте одолжение. Смотрите, смотрите, смотрите. Все, выгнали. Товарищ полицейский, вы можете предсказать? Заявление-то можно? Пустяйский. Ну, пускай, пускай. Здесь свой закон. Здесь другой закон, понимаете? Скажите, пожалуйста, почему мы сейчас были в министерстве и в управлении вашем по Московской области и нас встречали с теплыми, с теплыми словами? Ну, потому что мы же жаловались на них. Они не друзья мои. Я вам сказал, что здесь прием будет другой. А вы не хотели. Адекватные работы в центре, а дебилов понабирали. Собственно, я хочу подать заявление. Ваши хотелки держите при себе. Александр, что было-то? Пытался войти, какой-то мужчина в гражданской одежде. Оттолкнул меня. Я выбил телефон из рук. Я схватил калитку. Он прижал мне палец, он ногу сломал. Он всегда готов и с радостью выполняет свои функциональные обязанности. Слушай, а как туда массивы попадают? Это защищает граждан Российской области. Есть еще один вид? Что-то ты врешь, кому-то ты врешь. Я вот под камеру здесь, видишь, красиво, честно. Я учился, что у него, что правда. Гражданам Российской области, иностранным гражданам, иностранным гражданам. И даже негодяям мы всегда готовы помочь. Так а что ты тогда делаешь здесь, если ты готов им помочь? Тогда помоги своим коллегам. Иди Шишканову помоги же, ему сейчас юристу уже пусть. Помочь юридической помощи. Евгения, наверное, сама разберется, что и вы. Нет, вы без вас чем-то препятствуете. Препятствуете. В принципе, вы имеете право на неограниченное количество защиты. Так что любой здесь готов вам помогать. Любой здесь, вам готов пользоваться. Помогите мне, пожалуйста, пройте на территорию. Здесь помогайте. Конечно, поможем. Конечно, можно. Конечно, можно. А чего ж нельзя? Пойдемте. Открывайте дверку. Открывайте заявление. Мальчик, отлой дверку. Под кирпичик. Под кирпичик. Лишение прав сейчас будет, ребят. Идите под кирпич. Что вы, помогаете под кирпич проезжать? Полицейский, правонарушение то, что совершено... Полиция! Помогите! Слушай, если я буду кричать в мусора, вы наверняка приближите, правильно? Да. А им какая разница? Мусоровозок здесь, вончиков, нет? Вот так я... Они же откликаются иногда, бывает. Да нет, они... Это полицейские, ребят. Я говорю... Я повернулся к ребятам, говорю, дурак. Он говорит, почему ты меня оскорбляешь? Я говорю, а почему из трех только ты откликнулся? Он говорит, как вы думаете, почему? Потому что он не пояснил, потому что... Ничего не заставляет их исправляться вообще. То, что скандал на уровне министерства сейчас идет, на уровне всей страны, их не заставляет меняться вообще. Нет, не по барабану, потому что я чувствую себя безнаказанными. Нет, я подозреваю, им на это все-таки с министерства дали добро мочить. Зятки берут. Да? Нет, наверное, может, они же не настолько самостоятельные. Скажите, пожалуйста, вам не с министерства дали команду так себя вести с нами, а? Вы ко мне обращаетесь? Да. Ко мне, точно. Точно. Потому что тут многие обращаются, а он говорит, не хорошее. Позорище! Вы ко мне. Позор! 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 Подождите, молодой человек, помолчите. Тогда я слышу вопрос. Скажите, пожалуйста. Вот смотрите, мы не первый раз под роду своей деятельности, да? Граждане так же под роду деятельности. Мы не первый раз обращаемся в отдел полиции. Да, вопрос давайте. Но сегодня прямо ужасно. Что такое? Почему? Вы же это боитесь. Почему не происходит? Пожалуйста, вопрос. Понимаете, холодно. Почему вы заставляете граждан? Вопрос можете с вами? Да. 20 минут я стою уже в дежурную. Вы не стоите, а кто? Вопрос в чем? Вы хотели просить в дежурную часть. Вы мне сказали, ждите. Скажите, пожалуйста, в чем вопрос? Я жду в дежурную часть пройти уже 20 минут. Сколько мне еще ждать? Подозрение. Сколько вам ждать, не знаю. А кто это решает? Там очередь или что? Объясните. Почему нет телефона доедем? Все вопросы пришли. О, давайте зайдем как раз, пока машина выухает. Нам в дежурную часть попасть, но в апреле раздельно. У вас подгона подполковника, а руки распускаются, как сержант. У вас что, руки даны, чтобы гражданам лежать, или что? Все, в подпол. Фух. Уважаемый подполковник, нам бы, собственно, кому-нибудь из руководства, если это вы, то это печально, если это не вы, то позовите, пожалуйста. Хорошо. Если кто-то сейчас находится здесь. А у вас ведь огонь на поражение, пограждан не везет. Полицейский? Такая норма, никого тут за решеткой стоять. Полицейский. Полицейский. Причем, а они же за решеткой? Полицейский. Я к вам обращаюсь. Я вроде нормально с вами разговариваю, я вот не понимаю, почему. Давай, спрашивайтесь у меня, в туалет там куда-нибудь. Почему вы молчите, я не понимаю. А я буду делать вид, что вас не слышат. Полицейский. Ну вот, собственно, разница министерской полиции, да, вот от, это самое, главного управления внутренних дел по Московской области, да, вот разница с матищинскими полицейскими и подполковниками, да, как они себя ведут тут и как себя повели, как бы, в ведомствах повыше. Делайте выводы. Да ты не пристегнут. Так, требую привлечь к каналу. Полицейский, почему вы не пристегиваетесь? Скажите мне, пожалуйста. Почему, граждан, сбивайте зеркалами своими? Полицейский, мы не будем на вас нападать, противоправных действий совершать не будем, просто сделаем вам обращение. Полицейский. Не ставьте на себя материал. Полицейский. Ремешочка нет до сих пор. Я, наверное, сделаю целый ролик, да, когда полицейский берет... Полицейский. Когда не знает, что делать. Да мы вас пропустим, успокойтесь, вы только поговорите с нами чуть-чуть. Ремешочек накиньте. Полицейский. Мы не будем вас спровоцировать там, ну, я, по крайней мере. Аккуратно тебе лужи в лицо сейчас. Лужи в лицо. Лицом в лужи. Кто зафиксирует, что вам вретесь? Кто вас учит врач все время? Полицейский, мы вас пропустим, только по-человечески с нами поговорите, нормально, по обращению там примите. Мы вас пропустим, мы же не звери, вы понимаете, мы же не ваши, как ваши коллеги. Поехали, Сань. Показывай пример, Сань. Сань, открой окошко. Окошко открой. Нормально, пойдем, забыл застегнуться. Забыл, да? Да. Ну, ё-моё. Кто там, капитан, да? Из старлей. Прапорчик. Прапор? А, прапор? Да, не присуток. Прапорчик. Платье, да? Да, он плате. Подержите, поддержите его эмоционально. Молодец, молодец, пристегивается. Сань, не врага. Дорого, писал, не будет, если я надеюсь. Ну, все, теперь нас еще можно туда завести, пожалуйста. Серьезно, не будете? Аккуратно. Аккуратно, что ж вы. Не держите на сцеплении. Ну вот, видите, так и сразу надо было, господи. А давайте, может, он нас провезет, да и все. Аккуратно, дорогие, конечно, не знают. Вот вся за... Предлагаешь, что пристегиваете, пристегиваете. У него там стержка не работает. Он боится захватывать машину, что ли? Ну, только вы, видите. Я сцепнул, развиваюсь, чтобы эти цепки. Я ж не цеплю, никуда еще пока. Вымуждаешь меня что-то сделать, да? Вымуждаешь? Не верю-то. Включите маяки, пристегнитесь и проедете. Под кирпич просто нельзя без маяков ездить. Сегодня будет все по правилам. Да мы отойдем, только он маяки включит. Мы отойдем. Я ж не... это самое. Мы обещали, мы сделаем. А, что, ему не надо? Не, 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 не. Сейчас я его сейчас отрубил полицию. Чего с такого? Переходите маяки, пристегнитесь. Ничего сделал такую ошибку. Сделал вас. Проедите, пожалуйста. Вы на том месте хоть раз поднимитесь, скажите. Проедите. Проезжайте. Выпредит. Выпредит руки. Я представлю. Так, пойдем. Мы отойдем. Ни кто сюда не проходит. Не трогайте сюда. Меня не надо руками трогать? И меня не надо. Ну отойдите. Да пропусти, ладно. Пойдите туда, пожалуйста. Так, кто это? Я не один. Почему машина не проезжает? Она уезжает. Лазарок. Пришел такой. Выпустите машину. А кто вы едете? У меня машина... Подпрыгните, пожалуйста. Печеньки привезла. Подпрыгните, пожалуйста. Ну подпрыгните, пожалуйста. А я думаю, что да. Что вы мне показали удостоверение? У вас что есть? У вас есть какие-то к мне вопросы? У меня есть вопросы. Пойдите, пожалуйста. Территорию, пожалуйста. Вы здесь руководитель, что ли? Мне дежурный выше. Меня запустил. Для вашего дежурного. Войдемте. Так, меня пропускают или нет? Адвокат подоградившись. Он предъявляет сейчас все документы. Он является вашим адвокатом. Пойдемте. Вам еще раз все пройдет? Я не пойду. Он отдельно не пойдет без меня, вы же отлично понимаете. Я не пойду. А, то есть вы не пропускаете адвоката, да? Подойдите, пожалуйста. Представьте, пожалуйста. Заместитель начальника управления. Фамилия моя Спешкова Митя Сергеевича. Митя Сергеевича. Я имею право пройти со своим клиентом. Это ваш клиент. Покажите документы. Он ваше доверенное лицо. Вы его доверенное лицо, разве Бога. Ваше соглашение между другом есть? Подождите. Помолчите. Ну-ка не лезьте в это дело. Скажите, пожалуйста, вам необходимо соглашение? Мне необходимо соглашение. Вы проходите вместе. Пойдемте вместе со мной. Проходите. Подождите, соглашение вам надо или нет? Не надо мне. Пойдемте проходить. Не надо? Вы вместе проходите. Подождите, а зачем вы меня просили? Это заместитель начальника управления. Можете пройти? Если вы хотите. Хотите, проходите. Я обязан. Все, вы будете писать заявление? Все вопросы будут. Я еще раз вам писать. Он правильно ответил. Он будет писать заявление? Все, пойдемте. Так, а свидетели со мной? Не свидетели, а потом попросим. А я попросим. А потом, да? А я попросим. Заместитель начальника. Праздником вас уступаете! Есть. Заместитель начальника. Говорит, что запрещена видеосъемка. Сам говорит своими подчиненными. Снимай, пожалуйста. Самодоставим. Сторга вот этот обвинется? Ну, включите. Ну, что? Ну, что? Мужчина, мужчина. Не, не, не. Смотрите, 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 что там. Там кирпич. Туда нельзя ехать. Это лишение. Пока. Вы говорите, что они вас слышат, а она преступник уголовного розыска? Это служебный автомобиль По августе АМР раздают номера сотрудникам полиции Все, говорят, сегодня здесь не паркуются Там внутри мало валяется, а тут полно Правильно, они там стоят и сюда же кидают Это наш домик, здесь порядок, а здесь пускай все сдохнут Вы накидали окурок, да? Мы вообще не курим Зачем вы окурок накидали? Ребята, не кидайте окурок Зачем вы окурок накидали? У тебя фамилия Неверясов? Нет? Братан твой что ли? Окурок Ты еще задержи меня Полицейский, вы знаете, что клевета излюсток Представитель исполнительной власти является преступлением, а? Да Нет? Возьмите в заблуждение Если не докажут, что это мы накидали, значит преступник Да? Вернись сюда, мальчик Мальчик, ты слышишь вообще или нет? Мальчик справа, который? Окурок Ну что вы, окурок? Мальчик, окурок Вам всем нужно в театральные тяни, а не в полицию Смотри, Сайя, послал в кунуру Молодец Хозяин послал в кунуру, молодец, да Потом понимает, что... Ребят, ну вы хоть очевидно-то не врите, ну очевидно Борис, перчатка есть? Не пристегнутая Борис, перчатка есть? Не пристегнутая А что вы не застегнуты? Спасибо Спасибо Уезжайте Пристегнись только сначала Вот почему они этот вид делают, да? Такие, уезжай, уезжай А так обычно ездят? Не очень Да, то есть ты за осмотр, они все так заезжают Сегодня парковаться нельзя А, о, по моей просьбе в эвакуатор приехал И гаишник Я им звонил, да? Да, я им звонил О, под знаком 327 ребят сейчас будут Машины, утягивайте Как всегда получается, что ГИБДД выполняет свои обязанства Да, хоть они ведут себя иногда не адекватно, но более грамотно Чем вот это вот Для меня это вот Мое мнение, что просто стадо парадных Загнали или форми Что там происходит? Выходите, пожалуйста Да это похвалиться, короче, не пускать людей По одному, говорит, здесь не Макдональдс Пожалуйста Второго участника точно так же опросим В столбованном порядке В столбованном порядке Он даты, видишь? Зачем они снимают? Смотри, он даты, смотри, приблизь Смотри, он сидит У меня вообще глаза В глаза ходит А мы хотим зайти Разом Я высшего раз повторяю Вот, ребят, Рамсы, это замначальника А, смотри, снимает Замначальника Вот, держатель А кто это решает? И почему мне нельзя зайти? Всё, хорошо Всё Хорошо Вам никто не отказывает У нас есть на отказ У нас есть на то же самое Версюм Проходите Пишите заявление Проходите Райдите Пожалуйста Райдите Пишите заявление Проходите Сама Ради Бога Проходите Пожалуйста Всё ухвалиться и где ты откуда ты эту чушь взял блин все за чушь несет нам бесполезно есть вот если вы хотели служить вы услышите вы зачем я с дорогом теперь иду я его адвокат другой заявитель что там были вам туда нельзя вообще дичь какая-то не нет приказы понимаешь люди не мне люди не мне как бы не дают себя отчеты с праздником вас люди уже поздравляют блин с наступающим тысячи человек на вас смотрит уже почти это день дурака что нет ты понимаешь что здесь вот человек у которого глаза бегают как бегали тогда у моховой да я не уверен это нужно людей там пашки паша ты чувствуешь от него алкоголя от всех там куда заходит уже все воняет что там алкоголем воняет то есть в принципе можно в принципе вызывает сейчас как бы эту команду помощи команда агуфи тарата приезжает верясов и дубровин и все задерживают конечно на смерть не до свидеть сначала по лицом по асфальту а потом на меду сидеть как у них положено это все дела мы сюда точно никак не попадем точно никак не попадем а под молковнику смешно да или смешно все закроем а то они боятся да я вам еще раз спрашиваю можете на зло предъявляет требования какие я же маршрут я же не сотрудник полиции вот этому человеку скажите тогда назовите фамилию ну что самом деле то у них то почему вы что боитесь представляться что ли или как ему еще рога поставить гулять у него взгляд ужасный не мешайте человеку работать журналист работает вы являет коррупционеров оборотней погоны причем не вышел не мешает вы относитесь к обороте требования предъявляете вы сотрудник полиции или вы кто послушайте у меня есть руководство которое я здесь поставлю для охраны общественного порядка так вы скажите кто вы я не имею да не пусть скажет я не имею вы представиться можете пускать людей я не оказываю вам предоставляться я к вам не обращался вы полицейский пятая часть я обращался пятая статья мы хотим обратиться ко мне обращайтесь что вы применялись я пошел по телевизору я пошел по телевизору Саша отстаньте от него кому я препятствую скажи блин как тебя зовут чтобы я знал что ты полицейский бери руки от меня гражданин который платит тебе налоги зарплату бери руки от меня поехали я в дежурную часть позвоню опять дорогого крутят опять забрали позвоним в дежурку плитейский 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 я только что вышел не надо ходи на миску ломать это мое имя полицейский наши полицейские откройте пожалуйста я пойду со своим дежурком я вышел я вышел я по своей воле вышел я по своей воле захожу звоните сообщайте что я хочу подойти сообщайте я не ломлю мне зачем вам ломаться я вам говорю чтобы выпустили адвоката вы стоите бездействуете вот на этом вернемся в общем следственные действия закончены виновные понесут наказание ура 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 ура